Политики всех стран всегда будут стараться подмякнуть в церковь. Церковь отвечала на запросы власти лучших во всем винах и во всех странах. А церковь – это посетительник независимым голосом христианского души. Мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть. Мы говорим, что совершается беззаконие. Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев. К нам священникам приходят и рассказывают с цветами на глазах, что с моей дочкой делали. К нам приходят и рассказывают пожилые люди. На лавочке сидели, а их избили, унизили. Они же не давали за наше предотечество. И множество этих мер. Поэтому мы это послали и говорим, остановитесь. Вы поступаете не по Ивангелу. Вы подняли руку на Христа. И вам не будет прощения. И дело ваше никогда не состоит. А эта политика сегодня, я вам скажу мою личную жизненную позицию. Моя семечка ухаживала в 80-е годы за одним пожилым писателем. Он был западенец, жил здесь, на Западе. И он сказал так. Я сидел при поляках, я сидел при советах и я сидел при немцах. Вот позиция верующего человека. Он непримирим со словом. Он не подстраивается к власть будущих. А делает так, как Христос принял. Сколько у нас примеров в истории? Иван Грозный. Завил хром, его перейти в Новгород. Что митрополит Евгений сказал на глаза? Ты правописец. А они отогласники были там по гимназии. Он у вас соловков забрал и повысил чины. Сделал митрополитом московским. Это мировое значение было. А он пришел и сказал. Ты палач. Потому что он христианин. И он священник. И такова и есть. Я думаю, что перед у нас очень много трудностей. И были другие. И тоже православие будет мешать. Тоже будут нас обзывать. Уже и сейчас обзываю. Как говорится. Наша церковь. Она пережила тяжелейший подвиг. Наши священники лежат на соловках. Наши пастыри лежат на головоканале. А стали жить те, кто смог им пособиться. Несмотря на это, церковь возрождается. И вот сейчас новое поколение все пришло. Оно показывает, что оно жизнеспособно. В нескольких людей. Поэтому нельзя молчать. И нужно говорить. Учить судьи молодежи. О том, кто старше поколение. О том, кто бурчит. Учителя. Мы, так сказать, только политику увидели. Вам на коленях надо стоять. За всю фальсификацию. И всю ложь, которую вы пихали нашим детям. За этот БРСМ. За комсомол. За все, что было атеистическое. Вот результат. Ваше воспитание. Ваши воспитанники с цепи сорвались. Они жаждут крови. Они не уменяют. И, конечно, низкий поклон всем вам. Что вы так твердыми показали точно христианский полис. Никакого насилия. Нет, как говорится, здесь всякого беспокойства. Стоим в крестнице. Мы свидетельствуем о правде Бога. И из-за этого готовы. Первые христиане. Мечтали умереться Христа. А наши предупреты Бога. Так что не нужно. Так вы говорите, мои отцы. Что в первых христиане будут ревность нагореть. А последние будут приспосабливаться. Постарайтесь не быть христианными. Постарайтесь не быть христианными. И Господь вас не оставит. Простите, если кого-то не оставит. Он мир может быть, да пребудет с вами. Правильно. Очень сложно.